Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Акцент», я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня у нас в студии ректор Казанского Федерального Университета Александр Равкатович Гафуров по очень, мне кажется, важному вопросу. Дело в том, что в конце октября, точнее 25-го, Президентом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, так он называется, утвержден паспорт нового проекта Министерства образования и науки Российской Федерации. Коротко его можно назвать так, ВУЗы, как Центры пространства создания инноваций. Что означает этот проект? Он уже вызвал достаточно много вопросов в ВУЗовской среде, среди научной общественности. Не значит ли это, что мы корректируем или вводим в тень проект 5 ТОП-100? Это главный вопрос, Александр Равкатович. Прокомментируйте, пожалуйста. Тем более, что на последнем по времени заседания ректората обсуждался ведь этот вопрос. Да, на самом деле, такой документ по становлению правительства Российской Федерации принят. Он рассчитан на несколько лет, в принципе, до 2025 года, до 2025 года. Но я сразу хочу сказать, что вряд ли этот документ заменит проект 5 ТОП-100, потому что попадание 5 российских ВУЗов в топ-100 мировых рейтингов, это подтверждено или утверждено указом президента Российской Федерации. Никто этот указ не отменял, и в этом указе не говорится о предметных рейтингах, в этом указе говорится о глобальных рейтингах. И за основу взяты три, это Шанхайский рейтинг, КУЭС и ТАЙМС. Конечно, этот документ, о чем вы говорите, он сегодня кулуарно обсуждается, обсуждается на ректоратах, на ученых советах, в отдельных группах заинтересованных лиц, в том числе и в нашем университете. Но полностью ответить на ваш вопрос, я думаю, я смогу только после того, как он будет обсужден на площадке Совета ректоров, который состоится 22 ноября текущего года с участием министра образования и науки Российской Федерации Ольги Юрьевны Васильевны и помощника президента Российской Федерации Андрея Александровича Фурсенко. Конечно, мы этот документ проанализировали. В какой-то степени он не идет в разрез с проекта 5 ТОП-100, идет как дополняющий проект. Нас, конечно, немного вызывает озабоченность в том, что федеральная составляющая бюджета данного проекта и 5 ТОП-100 примерно коррелирует в пределах от них и тех же цифрах. Я думаю, что рассмотрение университетов как центров инновации, и это необходимая вещь, поскольку мы об этом тоже говорили с самого начала, что университеты должны зарабатывать, университеты должны генерировать инновации. И несколько лет назад, вы знаете, что у нас было создано целое управление по инновациям. Можно по-разному рассуждать, правильно, неправильно она сегодня работает, но она работает и приносит неплохие доходы. По крайней мере, я могу сегодня сказать, что они сами себя оправдывают. Там, конечно, в последнее время акцент поставлен в большей степени на социальные направления. Это социальные предпринимательства и, в принципе, они работают, по сути, на грантах правительства Республики Татарстан и на грантах Российской Федерации. Вы сейчас говорите о Казанском федеральном университете. Нам нужно немного подтянуть вопросы, связанные с высокотехнологическими нашими разработками. Каким образом их коммерциализировать, эта проблема находится постоянно в сфере нашего внимания. И мы начали создавать собственные опытные производства. Мы в тесную ведем сегодня переговоры с руководством Республики о передаче нам части инжиниринговых центров, которые были созданы Республикой и Минпромторгом Российской Федерации. Ведь, когда эти структуры работают параллельно, они тоже имеют право на существование. Но они, как мне кажется, тогда, когда ресурсов не хватает в целом, они должны работать по принципу взаимодополнения. Значит, в этом же паспорте в новом, он называется паспортом развития, и говорится о том, что будут приняты определенные законодательные акты, которые будут регламентировать это действие. Ведь проблема сегодня того, что университеты не могут или не имеют бизнес-инкубаторы, либо технопарки, не заключается в нежелании университетов их создавать. Проблема заключается в том, что сегодня эти вопросы никоим образом не находятся в правовом поле основного нашего закона, закона об образовании. Не только невыгодно, но могут еще и по рукам дать, да, за такую инициативу. Некоторые вообще сегодня, по большому счету, не регламентируются вопросы частного государственного партнерства, а технопарк в любом случае, это же частная компания, как-то сотрудничает с университетом. Если все делает сам университет, тогда это не технопарк. Это как бы опытное производство или площадка трансфера технологий собственного университета. Но здесь создается еще одна большая проблема, связанная прежде всего с тем, можем ли мы на эти дела направлять собственный ресурс. У нас все-таки университеты всегда рассматривались как образовательные учреждения, в первую очередь, далее это центры научных исследований, и сегодня актуализируется заново вопрос, что любое учебное и образовательное учреждение, оно должно нести еще функцию воспитательную. И вот сейчас появляется, наконец-то, в формате, что университеты должны заниматься инновациями, но тогда стоит вопрос, до какого предела? Они должны доводить собственные разработки до коммерческого продукта, и потом их продавать, передавать или каким-то образом кому-то дарить. Или до опытных образцов? Ну, до опытных образцов некоторые вещи мы и сейчас доводим. Потому что, допустим, если мы говорим о катализаторах, мы их делаем, но предприятие должно поверить, что эти катализаторы более эффективны, чем те, которые они сегодня используют. Но Нижнекамский инфекции им поверил, по-моему. Только после того, как на его площадке была создана опытная, по сути, производство, которая сегодня уже превратилась не столько в опытные производства, а как вот серийные производства этих катализаторов. И, кстати, теперь они уже не очень заинтересованы в дальнейшем научном продвижении, им хватает того, что они гонят и гонят эту модификацию. Примерно так ведь ситуация. Ну, это болезнь любого бизнеса. Им кажется, что вот сегодня это хорошо. И как бы, как сегодня молодежь говорит, надо, или бизнес говорит, надо отбить все, что туда вложено. Ну да. Наша задача, чтобы все наши разработки постоянно актуализировались. Это касается и средств доставки лекарств, разработки самих лекарственных препаратов, любых протоколов лечения. И вот один из проектов, вы знаете, который мы в качестве приоритетного, САЕ, транзиционной медицины, там все нормально. Там в качестве транзиционной площадки существует наша клиника университетская. В составе университета, как бы все вопросы мы отрешили. То есть текущее содержание клиники осуществляется за счет текущей деятельности. Это лечение пациентов, обслуживание. И научные разработки насаждаются дополнительным бременем, конечно, но они уже не требуют таких затрат на содержание зданий и так далее. И персонала тоже. Александр Аркадьевич, если позвольте, давайте вернемся все-таки к исходной позиции. Мне приходится ведь общаться с сотрудниками университета, с преподавателями, с исследователями. Какие моменты беспокоят? Вот что примерно говорят люди? Ну вот понятно был, да, проект 5-100, мы рискнули. Мы имеем в виду Казанский университет, значит, включились в него, там боремся. И там есть жесткий показатель. Вот 5 вузов в числе 100 лучших по рейтингам трех ведущих, как вы уже упомянули сейчас в начале, агентств соответствующих. Если посмотреть на паспорт, который мы сейчас с вами обсуждаем, вот на новый проект Минобранауки Российской Федерации, то там возникает понятие глобальной конкурентоспособности, возникает цикл, что нужно, чтобы получить этот, назовем его условно, ярлык, два года попасть в соответствующий критерий, соответствующим критериям отвечать. Потом возникает, с моей точки зрения, некое послабление. Уже можно для того, чтобы получить финансирование и знак качества своего рода, достаточно в каких-то позициях в 200 по предметам войти, в каких-то в 300 лучших вузов. И, как вы уже упомянули, а по деньгам, если посмотреть, один в один, чуть не до копейки, да, что 5-100 финансирование, что здесь. Естественно, люди, и, кстати сказать, я тоже, в том числе, задаются простым вопросом. Не означает ли это, при всем при том, что да, никто не отменит указ президента Путина майский, никто не отменит эту программу 5-100-100, что как-то вот деньги либо перетекут, либо они чудесным образом перетекут так, что окажутся у группы каких-то вузов, а каким-то просто что-то не достанется, или достанется существенно меньше, чем они могли рассчитывать получить за свои труды, если бы просто продолжалась реализация проекта 5-100. В чем вообще, с вашей точки зрения, идея? Зачем понадобился этот дополнительный еще проект? Ну, вы знаете, университеты Российской Федерации, они были дифференцированы уже достаточно давно. Вначале появились два особых вуза, это Московский и Санкт-Петербургский, потом появились национальные исследовательские университеты, их 29 на сегодняшний день, потом появились федеральные вузы, их количество тоже увеличивалось, не сразу стало 10, сегодня 10. То есть, вначале было два, там, Южный, Сибирский, потом добавились и во второй партии мы вошли, значит, потом еще появились, последним вошел состав, как бы, федеральных университетов, Крымский университет. И затем появился проект 5-100, потом появились так называемые опорные вузы, да? Мне кажется, что вот новый проект, который сейчас... Опорные вузы, извините, пусть на меня не обижаются, это как низшая лига, да? Там есть высшая лига, и есть вторая или первая лига. Ну, по-разному можно классифицировать вузы, тем не менее, то есть, почему опорные появились? Потому что губернаторы, субъектов наших республик, областей, руководители, в общем, разного уровня, начали говорить, что вот, понимаете, вы все выделили, и как бы, а у нас ничего нет. Вот в Татарстане есть федеральный университет, есть два национальные исследовательские. Но у них у всех были разные миссии, разные задачи перед ними стояли. Опорные вузы в основном, вот Башкирия, это опорным вузом стал нефтяной университет, где-то это педагогические вузы. И, в общем-то, была поставлена, как мне кажется, задача, чтобы каждый субъект, каждая территория что-то получила. Конечно, они по-разному финансируются. Даже если сравнить национальные исследовательские и федеральные, то федеральные университеты реализовывали программы свои, утвержденные, кстати, решением правительства Российской Федерации, и выделялось примерно миллиард рублей. Я говорю примерно, потому что в последний год в связи с кризисными явлениями произошло уменьшение на 10%, точнее, у нас получилось 4 миллиарда 900 миллионов рублей. Где-то федеральные университеты формировались путем объединения всего двух, как уральский, это политехнический и государственный, классический университет. Где-то, как прибалтийский, по сути, он единственный был. Где-то, в общем-то, разный, с Казанию, там 6. А сумма выделялась одна и та же. Что с нашей точки зрения уже изначально ставило нас в разные неравные условия. Но бог с ним. Дальше опорные вузы, бюджет их всего порядка 100 миллионов рублей в год. По каждому. По каждому, да. Значит, ну, вот в этом проекте он, по-моему, взял или воплотил в себе все идеи. Во-первых, университеты рассматриваются теперь в какой-то степени как предпринимательские. Но сложность для нас заключается в чем? Мы должны правильно сбалансировать все наши программы и соизмерить свои возможности, ресурсы для решения всех этих задач. Значит, вот смотрите, мы как федеральные должны были отвечать на проблемы округа по обеспечению их высокотехнологичными производствами. Точнее, по обеспечению высокотехнологических производств с кадрами и научными исследованиями. 5 топ 100 полностью ориентирует нас на международные стандарты. Там нет вообще никаких правил по сохранению резервов, трудовых и так далее. Мы же в результате объединения взяли на работу всех. Потом, в процессе достаточно длительного времени, что, в принципе, иногда являлся критикой в адрес, что мы долго все тянем. Ну, не простой процесс, да. Да, но эти все вопросы связаны с конкретными людьми. Каждый человек у нас уникален. Он может не вписываться в этот проект, может вписываться, но мы должны каким-то образом балансировать все эти интересы. И даже сам формат или процесс формирования институтов, вот в том виде, в котором мы сегодня имеем, это тоже было очень непростое решение. И вы, наверное, помните, какие были спорные моменты, как сегодня вести подготовку учительских кадров, значит, как готовить специалистов для национальных школ, как готовить гуманитариев наших. По естественному научному блоку там все понятно. Они уже достаточно давно вписались в международные глобальные траектории и, в принципе, неплохо там двигаются. Александр Равкадович, вот этот момент как раз и беспокоит, откровенно говоря, да, я думаю, не меня одного. Смотрите, я уж без дипломатических околечностей скажу. Ну, понятно, но приходит новый человек руководить. Да, был там министр Фурсенко, потом сменил другой министр. У каждого из них, при всем при том, что они реализуют в целом государственную политику, и люди государевы, конечно, да, ответственные. Но все равно у каждого есть свои пристрастия, свой конек. Вот пришла Ольга Юрьевна Васильева, которая и раньше говорила, не будучи министром, а когда стала министром образования и науки, заговорила ее слова, немножко по-другому стали восприниматься, да, что сердцевина всего учитель. Не только система образования, но и общество с точки зрения его моральной состоятельности, перспектив его развития и так далее. И в число приоритетов Воленс-Ноленс, как говорится, стала выдвигаться педагогическая составляющая, что касается напрямую Казанского федерального университета. С другой стороны, никто не отменял, да, и с другой стороны, в этом же паспорте говорятся о центре инновации. Я понимаю, что диалектика, все прекрасно, но по факту-то ведь есть противоречия. Мы же не обладаем безграничными ресурсами, чтобы и то вытащить на топовый уровень, и это вытащить. И как быть здесь, вот насколько университет, наш университет, Казанский федеральный, к этому готов и что он будет выбирать? Вы знаете, в самом начале разговора я сказал, что есть определенные нюансы, которые мы должны сбалансировать. В любом случае, школа является основой и воспитательной работы, и, самое главное, местом получения первичных знаний. И понятно же, что нельзя строить здание, да, если есть плохой фундамент. Надо вначале построить хороший крепкий фундамент и потом уже наращивать. Потому что в противном случае будут все любоваться, но это здание рухнет, да, если мы верхнюю часть только антураж сделаем. Вот мне кажется, что вопросы, связанные вообще с концентрацией внимания, фокусировкой внимания и политиков, и госчиновников, и в целом общества на учителях, это правильно. Просто уже в последнее время их снизвили, как говорится, да, то есть каждый стал критиковать учителя, школу, что у нас все плохо. То есть мы просто начали заниматься самобичеванием в какой-то степени, потом все это было подхвачено. Вот посмотрите, у нас, если говорят о коррупции, начинают о врачах, о школьных учителях, да там по сути нет ничего. Потому что там нет источника для этих вещей. Если учитель, классный руководитель попросил родителей сделать ремонт в классе, то это не коррупция. Там не ремонт у себя дома, в квартире, на кухне и так далее. Если попросили купить телевизор, либо что-то, этот же телевизор сегодня стоит в школе. Ну да. Да, это, конечно, вот этот вот, я помню ситуацию, когда я учился еще в советское время, и в общем-то папу вызвали в школу. Видимо, я что-то там натворил. Я уж, как сейчас ректор, поскольку я думаю, меня будут слушать и студенты, не буду говорить, что я там натворил, ну по хулигану. Ну что в школе? Да, и когда директора вызвали, отец был у меня, папа был в родительском комитете школы, он мне ничего не сказал. Ну я такой обрадованный, меня дома не поругали, начал говорить, что учительница сама виновата, поэтому так получилось. Пока я шел по дороге, отец мне несколько раз пинком зад давал только за то, что я поставил под сомнение точку зрения учителя. Мне сказано было так, что ты еще слишком молод, но может быть не в таких тонах вежливых было сказано, чтобы вообще не то, что критиковать, обсуждать учителя. Это было табу, и так должно быть. У нас же сегодня родители приходят, бабушки, у нас все учат сегодня, как вести преподавание в школе, чем заниматься детям в школе. Учит власть, учат родители, учат дедушки, уже дошли до того, что ученики начали учить. Поэтому, какой же уважающий себя человек туда придет? Поэтому то, что Ольга Юрьевна сегодня акцентирует внимание не только власти, но и общества на учительских кадрах, на их подготовке, на уважительном отношении к учителям, мне кажется, это очень правильно. И к учителям не только в школе, воспитателям в детских садах, учителям в школе, преподавателям университетов и вузов. Вы можете себе представить, чтобы в Гарварде кто-то приходил с бизнеса, либо еще откуда-то, и учил профессора Гарварда, как ему вести занятия? Это же неприемлемо. Точно так же может давать оценку, в том числе и программам, которые реализуются в стенах наших университетов, только общество, которое к этому готово. Это может быть другое дело, оценку дает востребованность этих программ. Если на твои программы, на твои лекции никто не записывается из студентов, если эти программы никому не интересны, если за твои научные исследования никто не платит, ни государство, ни бизнес, и гранты не можешь получить, то, думаю, надо посмотреть в зеркало и подумать, а то, чем ты занимаешься, вообще кому-то нужно? Если не нужно, если ты это делаешь для самоудовлетворения, пожалуйста, занимайся этим. Это тоже возможно. Это, конечно, да, это все правильно, я абсолютно согласен, но, тем не менее, все-таки я вернусь к вопросу, что университет-то будет делать в новой обстановке? Будет какая-то корректива в финансировании тех или иных направлений, институтов, входящих в университет, изменения в программах исследований и учебных планах? Вы знаете, я на ваш прямой вопрос отвечу тоже однозначно прямо. Дело в том, что подготовка учительских кадров еще до прихода Ольги Юрьевны была определена в университете в качестве приоритетного направления. Это было САЕ, учитель 21-го года. 21-го века, извините. Мы это почувствовали до того, поскольку мы начали анализировать все, что мы делаем. С одной стороны, с другой стороны, у нас к нам присоединились два педагогических университета. Это татарский гуманитарный педагогический и елабурский. И кроме нас, четверо никто, за исключением набережных Челнынского института, никто не готовит. Но он не такой большой. Могут задать вопросом, а почему мы в составе университета сразу не оставили отдельный учительский институт? Во-первых, как вы помните, наверное, первопричина присоединения к нам, это же не просто было благое дело. Сказали, что... Смельканское финансирование? Нет. Тогда уже и елабурские, и гуманитарные, они всегда были федеральными финансированиями. Другое дело, всегда жаловались, что наши учителя-предметники не знают самого предмета. Они неплохо готовят, но физики, учителя физики, недостаточно знают физику и не могут. В век интернета, ребятишки заходят в интернет, задают вопросы, а учитель не может на них ответить. И представьте, престиж его сразу падает. Поэтому было принято решение опробировать. Я не говорю, что это совершенно правильно. Опробировать две модели. Классическую в Елавге, то есть вот пединститут был, пединститут им и осталось. И в Казани сделать так называемые распределенные. Вначале мы все передали. Я давайте уж на примере института физики. Ну, конечно. Подготовку, мне ближе просто. Подготовку учителя физики мы отдали институту физики. Но они оказались в институте физики, как мне сейчас кажется, по происхождению определенного времени, в роли пасанга. Поскольку КПИ, то есть параметры, института физики ставят как физики. У них очень хорошая публикационная активность. Там делается хорошее научное исследование. В последнее время пошли хоздоговора, прямые причем. Они выигрывают гранты различного уровня. А тут учителей надо натаскивать. И учителя оказались как бы так, ну, вторичные. Поэтому год назад было принято решение, хотя в составе университета есть институт педагогики, образования и психологии, который, кстати, возглавляет бывший ректор Елабужского педауниверситета. И было принято решение, педагогическую магистратуру полностью, вплоть и физиков, и химиков, и других предметников, передать в состав института образования и психологии. Сохранив магистратуру только за институтом филологии и межкультурных коммуникаций. Это Радив Левкаевич, он тоже бывший ректор педагогического только Казанского уже университета. Поскольку там есть и контингент преподавателей и так далее. Значит, сейчас принято нами решение, когда этот вопрос, он тоже не сразу, ну, не сразу до сего доходишь. Хотелось бы, конечно, чтобы сразу мы все знали, как делать. Но мы развиваемся и все время отвечаем на те вызовы, которые появляются, которые, в принципе, нам говорят, и которые мы сами обнаружим в своей недостатке. Другое дело, и внешне наши, как бы, оппоненты всегда хотят все быстро, чтобы у нас сразу было идеально. Мы же помним, в каком состоянии была лабораторная база у Казанского педауниверситета, да и Елабужского. Какие лаборатории. Если сегодня еще там ни модернизации не произошло, можно на Карла Марса, то есть на Левобулачную 34 зайти, увидеть все, что там происходит. Мы подготовили площадки для естественно-научного блока, да, закупили оборудование, создали лабораторию. Сегодня мы занимаемся педагогической составляющей нашего университета. Межлаука-1, это старое здание бывшего педагогического, главное здание бывшего педагогического института Казанского. Приводится в порядок, и там же будут, как мы их называем, мастерские учителя. То есть будет все оборудование школьное, которое используется для проведения уроков физики с 7 по 11 класс, химии, биологии, математики и так далее. Когда наши будущие учителя физики будут физику учить, изучать в институте физики, все, что касается с вопросами постановки уроков, методическими подготовками. Воспитательные работы будут делать в институте образования и психологии. Будут там, на этой площадке делать, и с ними будут другие учителя работать. Мы попробуем и эту модель. Значит, возникают вопросы, связанные с национальным образованием. У нас сегодня на татарском языке, то есть обучается примерно на разных уровнях, примерно 640-650 человек. Я думаю, этого достаточно много. Да, они изучают язык родной, литературу. И мы создали высшую школу татаристики. Там достаточно большие кафедры, очень хорошие специалисты работают. Другой вопрос. А вот учителей физики для татарских школ, математики, химии, биологии, кто бы готовить будет? Я должен сказать для справедливости, что уже в 2009 году был последний набор. Даже тогда Педагогический Казанский университет был отдельным. Он уже в 2009 году сделал последний набор. Хотя присоединились к нам. Имеется в виду набор на подготовку предметиков на татарском языке к преподаванию. Почему? Потому что именно тогда ЕГЭ появилась. Да, да. И мы по закону не имеем права... Даже на русском языке сдавать, да. Да, они на русском языке. И мы не имеем права детей по национальному признаку делить. Значит, у нас в законе об образовании написано, что каждый имеет право получить образование на родном языке. Дальше идет перечисление. То есть он имеет право татарский язык изучать, литературу. То есть все вопросы связаны с языком, с культурой на родном языке. Да. Дальше представьте. И осложняется вопрос еще и тем, что у нас контрольные цифры по гуманитарному блоку из года в год падают. Вот на момент присоединения мы взяли 2009 год. Я по памяти могу чуть-чуть ошибиться. Имеется в виду количество бюджетных мест. Бюджетные места на образование, то есть на подготовку учителей было примерно 1200. Сегодня эта цифра снизилась почти в три раза, в два с половиной раза. Ну это, по-видимому, связано с прогнозированием демографической ситуации. Меньше будет школьников. Мы же опять в очередную яму попали. Вы знаете, я не могу сказать, чем это связано. Здесь, наверное, не только с демографией связано. Но много разговоров ходило, что не все учителя идут в школу. Действительно их выпускают больше, чем они востребованы. Но сложилась ситуация вот таким именно образом, как сегодня. Теперь представьте. Дает всего 20 бюджетных мест. Допустим, на подготовку учителей физики. Мы что, как их делить будем? По 10 человек? Хотя минимальной группой должна быть 25 человек, для того, чтобы она более-менее с точки зрения финансовой была рентабельна. То есть здесь сплетается очень много различных проблемных вопросов. Мы сегодня нашли механизмы, как готовить учителей физики, которые пойдут работать в школу, татарские школы и так далее. Но в любом случае это будет полилингвальный учитель. То есть он будет хорошо знать и русский язык, и татарский язык, и сумеет преподавать и в русских группах, и в национальных группах. Наилучший выход. Другое дело, сегодня мы будем опробировать эти варианты как пилоты. Не надо здесь спешить. Самое главное, нужно, поспевая, не навредить. Понимаете? Нас в то же время, публика, общественность пытаются нас так быстро сдвинуть. Вот это самое, я считаю, неприемлемое для университета. Потому что любые наши ошибки, они будут в десятикратном размере ухудшать в целом положение в университете. И вопросы, связанные с подготовкой учительских кадров, к ним нужно подходить очень щепетильно. Надо решить вопросы. Во-первых, обязательно, чтобы наши учителя были одновременно и психологами. Вы посмотрите, что в школах творится сегодня. Дети избивают друг друга, при этом умудряются еще снимать все это на видик и транслировать в интернете. И учителей некоторые уже бьют. В это, да, покушаются на жизнь учителей. Учителя ругаются с детьми. Значит, я понимаю, когда мальчики раньше дрались, да, мы тоже росли, мы тоже, в общем-то, в разных ситуациях. Но чтобы девочки с девочками дрались, при этом мальчики снимали все это на видеоролик и потом хвалились, такого при нас не было. Это же психические изменения происходят. Посмотрите, что творится сегодня на сайтах, в интернете призывают к самоубийству. Люди прыгают с крыш, прыгают. И это трагедия. И когда нам говорят, что психологов много, я считаю, что их еще мало в нашем обществе, который очень динамично меняется, и большое количество людей просто не успевает адаптироваться к этим изменениям, создается определенный психоз в обществе. Ну да. Ожидание кризисов, ожидание все время каких-то проблем. Вот именно. Это очень нервирует, и вы же начали с этого, вы говорите, что задают вопросы, то есть от любых изменений люди ждут только худшие. Иногда эти изменения и приводят к лучшему, да, и поэтому хотелось бы, чтобы люди с пониманием к этому относились, тем более наше университетское сообщество, оно очень грамотное и должно анализировать ситуацию. Александр Равкадьевич, мы же все бывшие советские люди, да, кто в первом поколении, кто во втором, мы все исторически оптимисты, мы, конечно, ждем от будущего только хорошего. Другое дело, что иногда оно нам подкладывает, когда становится настоящим. У меня, я понимаю, что время поджимает, у меня буквально два коротких вопроса последних, и они взаимосвязаны. Я очень внимательно, насколько мог сконцентрироваться, слушал обсуждение вопроса об этом проекте, вузы как центры инноваций, на ректорате, да, на прошлой неделе. И правильно ли я понял, что на самом деле, вот по многим, если не по большинству, за редким исключением позиций, Казанский федеральный университет, в общем-то, уже соответствует вот тем критериям, которые заложены в этот проект. По понятию глобальной конкурентоспособности, по параметрам предметных рейтингов, по наличию бизнес-инкубаторов, технопарков, я, может быть, сейчас какую-то тайну выдам, но у меня такое предположение возникает, что в ряде случаев достаточно, ну, совсем уж, грубо говоря, правильно назвать ту или иную структуру, а по факту она уже и так вписывается. Или я ошибаюсь? Вы знаете, давайте поживем и получим соответствующие документы, которые объясняют некоторые позиции. Ну, вот, в частности, мы должны понимать, что понимается под университетским технопарком, либо бизнес-инкубатором, инжиниринговым центром. Это собственная структура в составе университета. То есть такой расшифровки нет пока, да? Пока нет, да. Либо это когда университет имеет 25 и более процентов. Блокирующий пакет. Да, какой-то процент в уставном капитале. Я должен сказать, что у нас инжиниринговый центр есть в набережных Челнах. У нас в качестве площадок для прототипирования опытных производств имеется в составе университета. В инжиниринговом нашем центре. У нас практически готовы проекты, и вот сегодня мы обсуждали с одним из оборонных предприятий, по созданию аппаратуры для коротажа скважин. То есть пилотные установки были сделаны по 218-му постановлению правительства. Ведь для оборонщиков президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача перейти через определенное время к созданию гражданского продукта. Причем это не кастрюли или тарелки, как это было в период Михаила Сергеевича Горбачева, когда все развалилось. А разговор идет о высокотехнологических вещах, которые должны быть в качестве гражданского производства как товара и народного потребления. И это они сегодня уже делают. Вот знаете, есть люди в оборонных предприятиях, которым ставится задача, и они с этой задачей справляются. С другой стороны, нужно всегда думать, что огромное количество потенциала есть в наших вузах. Их только нужно правильно направить и смотивировать. Бесплатно, конечно, это не будет делаться, поскольку на сегодняшний день все-таки, как бы мы ни говорили, уровень заработной платы у нас в университете неплохой, с одной стороны, для нашей республики. В то же время он же несоизмерим с тем, что получают наши западные партнеры. Александр Абхатович, извините. Я просто хочу сказать, но при этом, если мы в рейтингах глобальных поднимаемся, поднимается в рейтингах и наши преподаватели, и наши ученые. Соответственно, этим людям нужно платить достойную заработную плату. Вы меня навели, просто натолкнули, можно сказать, на необходимость задать дополнительный вопрос. Буквально на днях, выступая на выездном заседании фракции Депутатская Единая Россия, Ольга Юрьевна Васильева, министра образования и науки Российской Федерации, обращаясь к лидерам фракции и, в общем, по существу, к Медведеву, к премьер-министру, заявила буквально следующее, что положение с оплатой труда преподавателей, в том числе и, может быть, главным образом преподавателей вузов, мягко говоря, не очень хорошее, и надо бы ставить вопрос об удвоении, или там чуть ли не в два с половиной раза она обмолвилась, чтобы повысить эту зарплату. При всем при том, на территории Российской Федерации стагнация в экономике. Как по-вашему, когда реально это может быть осуществлено и за счет каких ресурсов? Знаете, дело в том, что все зависит от той базы, с которой мы стартуем. С которой повышаем, да? Да. Если в университете каком-либо там или в УЗИ, или где-то в учебном учреждении заработная плата 15-й, что до 30-ти ее можно довести, значит, вы же знаете, что с 1 сентября базовые заработные платы в Казанском Федеральном Университете были подняты, и на сегодняшний день мы неплохо смотримся в республике. Почему я сравниваю именно с республикой? Потому что мы же в магазине ходим, здесь в республике, и у нас все рассчитывается по стандартам, которые есть в республике. Я, может быть, с некоторым опережением скажу, что, скорее всего, этот год мы завершим по средней заработной плате по преподавательскому составу, по ППС, а именно эта задача стоит. У нас будет в два раза больше, чем в средней по экономике. То есть уже можно доложить, что майский указ Путина в этой части выполнен? Вы знаете, мы уже в прошлом году, по сути, ее выполнили. Мы не докладывали никому, но по большому счету мы притык выполнили эту задачу. Вот мы сегодня делали прогнозы, и, скорее всего, эта задача будет выполнена. Другой вопрос. Если вы спросите, достаточно этого или нет, скажу, что нет. Потому что мы должны, я еще раз акцентирую ваше внимание на этом, сравниваться с уровнем заработной платы, если мы участвуем в проекте глобальной конкуренции, с теми, которые имеют преподаватели, работающие в так называемых наших паритетных вузах. Но, либо какие-то другие критерии надо вводить. Другой вопрос, вот возвращаясь к паспорту, или другая проблематика, мы на сегодняшний день не в полном объеме соответствуем тем требованиям, потому что там сказано, что в одном из предметных рейтингов, конечно, это оспариваемый вопрос, нужно быть два года. Да-да, подряд. Да, и причем в сотни, в двухсотки и так далее. В двухсотки. Значит, по лингвистике мы занимаем позицию, вот, ближе к 150, да, но мы только первый год, да, вот посмотрим результаты публикации в 16-м году. То есть, по результатам 16-го года будет, наверное, опубликовано только в 17-м году. Ну, у нас понятно. Временной лаг есть, конечно. Тем не менее, у нас есть хорошая надежда, поскольку мы получили диплом, точнее, вот в Малайзию сейчас у нас проректор летит, на днях получаем во вторник, это будет 22-е число, насколько я помню, значит, получат диплом, обручение нам диплома КУЭС, где уже 4 звезды, а не 3, как у нас было. Очень маленькое количество российских вузов имеет такой диплом. Ну, поживем, увидим, как мы будем двигаться. Но меня радует, что вопросы, которые мы обсуждали год назад, два года, по инновациям, по предпринимательским составляющим в университете, сегодня законодательно принимаются в масштабе Российской Федерации. Это говорит все-таки о том, что у нас хорошее чутье и хорошее предвидение. Потому что, ну, за это меня, как вы помните, критиковали. Даже говорили, что Гафуров там хочет заставить нас стать прикладным чисто учебным заведением. Мы этого никогда не допустим, даже говорили. Но нужно помнить, что государство нам дает, так же, как всем другим, уровень оплаты труда. Все остальное мы повышаем за счет того, что в целом университет зарабатывает. Конечно, одни подразделения зарабатывают на образовательных проектах, другие подразделения зарабатывают на научных проектах. Некоторые вообще не зарабатывают. Но они нам нужны. И мы выполняем все-таки миссию, живя здесь в республике. Я не думаю, что большие деньги заработают те подразделения, которые готовят учительские кадры. Ну, я надеюсь, что вот то, что мы из него сделали приоритетом, но пройдет года два, и вопросы связаны с подготовкой учительских кадров. В целом, в предметном рейтинге по education мы попадем обязательно в рейтинге. Совсем короткий вопрос, если можно, вот просто короткий ответ в цифрах не прошу. Но да, нет, да, нет. По финансированию из федерального бюджета в рамках проекта 5100 в текущем году Казанский федеральный университет располагает 900 миллионами рублей. А каков прогноз на 2017 год? За минусом 10% пока такой прогноз. Ну, пока ничего не поменялось, но разговоры ходят о том, что, возможно, в первом квартале мы будем пересматривать дорожную карту в связи с принятием этого паспорта и, опираясь на него, будем претендовать на определенную сумму. Ну, то есть там может пойти как в плюс, так и в минус? Зависит от того, как мы предоставляем. Плюс вряд ли пойдет, может идти только в минус, потому что мы были в первой группе самых высокооплачиваемых университетов. Игорь Рогач, большое спасибо за беседу, за подробные разъяснения. Мне кажется, те, кто нас сегодня и в будущем, программа не один раз будет в эфире, увидят, в первую очередь, из сотрудников Казанского федерального университета, должны понять одно, как выразился Владимир Владимирович Путин, как потопаешь, так и полопаешь. Это правда до него была сказана, народная мудрость, но тем не менее на президента принято ссылаться, я на него тоже ссылаюсь. В заключение тоже несколько слов хочу сказать. Обращаюсь к моим коллегам, сотрудникам, преподавателям университета, нашим студентам. Вы знаете, никогда не надо опускать руки, правила могут меняться. Мы все время должны успевать адаптироваться к этим изменениям, отвечать на те вызовы, которые сегодня есть и в обществе, и в проектах, в программах. И как-то мне один из коллег ректорского корпуса нашего спрашивает, вот вы знаете, говорит, Реша Дорокович, вот ректор поменялся, как мы будем дальше двигаться? Я сказал, не надо каждый раз перекраивать свои лекала. Мы свои лекала можем перекраивать только исходя из тех потребностей и тех вызовов, которые сегодня существуют в бизнесе, в обществе, в государстве. И надо находить свою нишу и ставить максимально высокие цели и задачи. Если ты стремишься взять высокую планку, то ты чуть ниже, даже если прыгнешь, то это уже будет хорошо. Но если ты хочешь с 50 сантиметров начинать в возрастном возрасте, а нам уже 212 лет, мы уже не можем, как дети, брать там 10-сантиметровую, 50-сантиметровую планку. Поэтому 212 лет все-таки это большой возраст для университета в том числе. Уже мы мудрые люди, у нас шикарные научные школы. Я думаю, если мы будем поддерживать наше будущее, молодежь нашу, то у нас будет очень неплохое будущее. И к радости моей с каждым годом я вижу, что энергетика молодых людей начинает работать. Еще раз спасибо за то, что ответили на вопросы, за напутствие. Это была программа «Акцент». Меня зовут Юрий Алаев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова